Всем привет! Это Mobius 2023 и доклад, посвященный вопросам цифровой доступности и инклюзии. Доклад, конечно же, он будет... Разговор пойдет у нас про фронт, про человекоориентированные интерфейсы и про многие всякие интересные штуки. Меня зовут Анатолий Попхо и в качестве небольшой подводки скажем, что буквально позавчера, это четверг, 18 мая 2023 года, все международное сообщество отмечало Global Accessibility Awareness Day, день, посвященный вопросам цифровой доступности и инклюзии. Все самые крупноизвестные компании говорили, организовывали какие-то активности, посвященные вот той самой теме, о которой мы сегодня говорим. Ну и кто такие мы? Мы это в основном Валерия Курмак. Лера, привет! Привет! Забегая, так сказать... Нет, уже, собственно, куда тут забегать, да? Лера — это человек, который, ну, во-первых, имеет огромный, уникальный опыт создания сообществ, связанных с цифровой доступностью, организации процессов. И вот вся доступность в Яндексе сконцентрирована во многом как раз вот на Лере. Так приятно слушать про себя. Это просто факты, просто правда, как она есть. Хорошо. Ну что, давай в двух словах. Почему, что сегодня, какие планы у тебя, мысли, с чем, с каким настроением ты в этом докладе? Я чуть-чуть опоздала, потому что, как всегда, на технологии полагайся, а сам не плашай, как бы навигация в Москве сейчас работает не самым лучшим образом. Вот, и я сейчас подумала, что, наверное, в своем докладе я тоже буду рассказывать о том, что какие задачи технология решает, но, конечно, какие сегодня до сих пор у нее есть ограничения. По-моему, это хороший такой задел. И я напомню всем нашим зрителям и тем, которые пришли в зал, кстати, привет еще раз, и тем, которые смотрят нас по трансляции, что этот доклад, как и все доклады Мобиуса, можно оценивать. Всех призываем это сделать. Сразу после доклада появится соответствующая возможность. И у нас есть чат специальный, в котором мы ждем ваши вопросы. Задавайте, может быть, мы даже их озвучим, и, может быть, даже мы их как-то прокомментируем, если у нас останется время и возможность. Ну, вроде бы все организационные моменты мы уточнили. Ну что, Лера? Я, кстати, хочу сказать, что, когда ты сказал всем примет, в зале помахали ручкой, и мне кажется, что ни ты, ни онлайн-зрители этого не видели. Ну, это прелесть гибридного формата. Видите, когда мы собираемся оффлайн, есть в этом какая-то своя магия. Спасибо. Хорошо. Давай начинать. Сегодня мы поговорим про технологии, которые меняют мир для незрячих и глухих людей. Вообще, корни этого доклада растут из доклада, который мы делали на ЯТОКСе вместе с Димой Тримановым. Мы там рассказывали о том, как вообще устроена умная камера, и в том числе, какие технологии есть для незрячих людей. Там было очень подробно рассказано про то, как происходит детекция текста, как происходит распознавание, как происходит перевод. В общем, все технологии, на которых построена умная камера. Вот, если вам интересно, вы можете сходить и посмотреть этот доклад. И когда мы готовились уже к Мебиусу, мы хотели более глубоко углубиться в историю про именно то, что мы сделали для незрячих людей. И начали с Димой обсуждать, а что же такого интересного, сложного можно именно с точки зрения разработки рассказать. И выяснилось, что на самом деле с точки зрения именно разработки там нет ничего сложного. Все очень как бы просто. И Дима говорит, я не пойду рассказывать про какие-то простые базовые штуки. И я в этот момент стала думать, окей, интересно, вроде с точки зрения разработки все не так уж и сложно, а почему вот в частности моя работа беспрерывно заключается в том, чтобы объяснять и доказывать, что как бы то количество ресурсов, которые мы сейчас вложим, оно будет действительно важно. И результат, который мы получим, он будет действительно важный для того, чтобы это количество ресурсов вкладывать. И я как раз решила сегодня рассказать и показать какие-то примеры, где с точки зрения именно разработки ресурсов и сложностей не так уж и много, но с точки зрения влияния на жизнь человека это очень-очень большие изменения. Первая история, с которой я хочу начать, это технология, которая используется для распознавания образов. Но прежде чем мы туда пойдем, пару слов хочу сказать про то, как вообще незрячие люди пользуются телефоном, потому что кажется, что я уже лет семь на каждой конференции об этом говорю, но на самом деле все еще не каждый знает, как это происходит, поэтому уделим этому буквально одну минуту. Собственно, в каждом мобильном телефоне есть раздел специальные возможности, и в этом разделе есть технологии, универсальный доступ, где есть программа экранного доступа, на английском языке она называется Screen Reader, и на разных платформах у нее тоже есть разные названия. На платформе iOS это VoiceOver, на Android это TalkBack, на десктопных устройствах это JAWS и NVDA самые распространенные. И вот эта штука есть в каждом мобильном устройстве, то есть вы можете взять и сами ее включить, но прежде чем включать, обязательно посмотрите, как ее выключить, потому что это классический вопрос в ПСКВК, как выключить, потому что человек включает и дальше не может управлять своим телефоном, потому что непонятно, как отключить. Так вот, как это выглядит? Штука в том, что эта программа, она зачитывает незрячему человеку все, что зрячий видит на экране, сверху вниз, слева направо. Сейчас будет звук. Вот так вот примерно выглядит интерфейс для незрячего человека. И еще одна важная деталь, прежде чем мы дальше пойдем углубиться, тоже иногда у меня на конференциях, особенно люди, с которыми я готовлюсь к этим конференциям, говорят, давайте вот этот ваш роботизированный голос сделаем каким-то более человечным, потому что не очень приятно слушать роботизированный голос. Штука в том, что незрячие люди используют синтезаторы речи именно вот такого плана роботизированные. Почему? И вообще, как они слушают? Вот я попросила Толю, который меня в самом начале представил, с которым я имею честь работать, записать вам маленький кусочек на той скорости, на которой он обычно работает. И тоже там дальше будет звук. Вот вы сейчас услышали текст. Это Ньютон для НВДА. Им я читаю весь русский текст, включая ваше сообщение в Телеграм, причем со всеми знаками припинания. Вот это примерно та скорость, на которой человек незрячий работает. И здесь понятно, что если там будет какой-то суперклассный, нежный такой человеческий голос, то, во-первых, это будет по-другому с этой скоростью слышаться. Но есть еще и свои детали. Например, незрячему человеку точно так же, как и зрячему, важно, чтобы он писал грамотно. Поэтому то, как синтезатор речи будет произносить со всеми окончаниями тся, тся, молоко, а не молоко, как мы, как обычные, например, Алиса это произносит. Вот эти все нюансы, они очень важны. Именно поэтому должен быть роботизированный синтезатор речи. Я думаю, что в конце, если вдруг у вас возникнут вопросы, то ли вам в этой части много чего сможет рассказать, а мы двигаемся дальше, собственно, какая у нас была идея. У нас есть Яндекс с Алисой, приложение, в ней есть умная камера. Мы подумали, окей, умная камера — это такая штука, которая очень прикольная для зрячих. Ну, там, поиграться, как бы, что-то куда-то навел. Он тебе сказал название вот этого фикуса, которого я не знаю, я вот обычно для этого использую. Но для незрячих людей это реально очень важный пользовательский сценарий, потому что каждый из нас ежедневно очень много раз, на самом деле, в день сталкивается с задачками, когда нам нужно понять, какое лекарство нам сейчас принять, гречку или рис я сейчас в руках держу, какую купюру я держу, мне пришла платежка за ЖКХ, какой там счет. И вот этих ситуаций, их очень много. Мы подумали, окей, значит, на самом деле, вот, наконец-то, есть аудитория, для которой наша умная камера — это как бы супер-супер важная штука. И мы пошли в тестирование. Ну, конечно, сначала у нас была гипотеза, особенно я всегда за это топлю, что все должно быть одинаково у людей с инвалидностью и без, но выяснилось, что детали и нюансы, конечно, есть. То есть с какими деталями мы столкнулись. Когда незрячий человек наводит камеру на какой-то текст, например, текст не содержит сахара. Если в поле видимости камеры поместился текст, только содержит сахар, то, соответственно, умная камера так и прочитает, содержит сахара. Нам нужно было подсказать незрячему человеку, во-первых, что не весь текст влез, а, во-вторых, куда подвинуть, потому что если человек не видит как бы вправо-влево, вверх-вниз, ближе, дальше, то, соответственно, он не сможет и двигать. И именно вот эту задачку мы, собственно, и решали. И решили. Сдвиньте камеру влево. Ой, текст пропал. Текст обрезан. Сдвиньте камеру вправо. Текст обрезан. Сдвиньте камеру вправо. Распознан текст. Воджетерин. Are you 03006678? По поводу разработки, это будет единственный слайд, простите, с кодом вообще в моем докладе, но еще раз повторюсь, что, к сожалению или к счастью, здесь нет никаких сложностей. И единственная эвристика, которая, наверное, будет полезно поделиться, это то, что для того, чтобы как раз понять, с какой стороны текст обрезан, мы использовали, мы подумали, что мы будем это определять по тому, как много слов находится у края изображения, и это будет подсказывать человеку, в какую сторону, собственно, двигаться. Мы все это сделали и продолжили тестирование. И выяснили, что мы еще одну штуку не учли. Тестировали мы на всем, что у Толи было в холодильнике. Сыр, вареньица, пельмешки, борщ. И как раз, когда мы делаем доставку, в лавке очень много всяких круглых баночек. И вот когда ты наводишь камеру, выяснилось, что если текст не находится ровно в 0 градусов, то камера читает неправильно. Здесь мы уже не стали обучать пользователя, как ему двигать камеру, а обучили систему распознавать текст под каким-то разным углом. Распознаем текст. Рулетики из баклажанов и сырной начинкой. Но понятно, что все пользовательские сценарии незрячих людей на самом деле на этом не заканчиваются. То есть есть все еще много разных других пользовательских сценариев. Например, если вы когда-нибудь были на станции Китай-город в Москве, то там даже зря этот человек тогда не понимает, в какую сторону ему идти, где вообще находится переход и как здесь перейти. Или, например, если вам нужно рассмотреть какой-то объект, где много журналов, например, где много объектов. Или вот посмотреть сейчас на аудиторию, сколько тут людей, где стоит свет, где находится сцена. Вот какие-то такие детали наше приложение пока не решает. И в этом смысле есть очень крутое, классное приложение. Тоже, опять же, с точки зрения разработки, очень простое. Называется Be My Eyes. Это приложение для меня гениальное, потому что именно с точки зрения решения человеческих задач, оно предоставляет супервозможности. Не зря этот человек может в любой момент, хоть ночью позвонить, включить камеру и попросить волонтера, который на той стороне возьмет в этот момент телефон, сказать, что перед ним находится. И здесь тоже у меня там куча разных моих знакомых историй. Как, например, рассказывал Толин брат Паша. Он однажды сидит дома и слышит, что у него кто-то на балконе шуршит. И понятно, что каждый из нас напряжется, если на балконе кто-то что-то шуршит. Паша включил это приложение Be My Eyes, и выяснилось, что ошуршал-то голубь. Но вот такие бывают ситуации, когда нужно это приложение. И чего я хочу сказать, что на самом деле и такие задачки, в которых, кажется, уже только человек может помочь, начали помогать технологии. На следующий день после объявления, что появился чат GPT-4, прямо на следующий же день появилась новость о том, что он сейчас встроен как раз в это приложение Be My Eyes. Introducing the future. A new era of a system. Be my fashion advisor. Take picture. Ask question. A blue sweater with a high neckline. Be my green thumb. Take picture. Ask question. This looks like a neucalyptus plant. Be my translator. It appears to be a bottle of blue shirt. Be my maitre d'. The second picture shows a page titled house favourites. Would you like me to read out specific options? Be my gym partner. Then turn right and walk until you reach the first set of machines. The treadmill will be on your left. Be my map. Transfer to the central line and take the tube to top and port rose. I have my old brother to the back. Be my guide. It appears to contain various types of drinks, such as lupus A. Be my gateway. A white dress with a high neckline and long sleeves. It has a layer of strength with a solid term. Be my AI. Be my eyes. Мне очень интересно будет как раз, может быть, после доклада порасспрашивать Толю о том, как он видит, где сейчас есть ограничения технологий, где сейчас как бы обязательно помощь незрячих человека, а где уже незрячий человек с помощью технологий может самостоятельно собственно использовать там разные приложения и вообще уже ни от кого не зависеть. Следующая технология, про которую сегодня вам хотела поделиться и рассказать, это распознавание и синтез речи. У нее вообще ноги растут аж в 2015 году. В 2015 году Акмал Артиков участвовал на хакатоне в Яндексе для студентов. И они придумали взять технологию speech-to-text и сделать из нее приложение для глухих людей, которое помогает переводить голос в текст. И удивительно, но вот это приложение, которое сделал студент, его Яндекс выпустил, и оно с тех времен существует. Но сделали ребята его тогда только на андроиде, и очень давно вообще в нем не обновлялись технологии. И мне написал два года назад человек глухой о том, что вот приложение есть только на андроиде, а где iOS. И мы решили, что нужно всю эту тему поднять, немножко обновить, посмотреть, чего там не хватает, что мы можем доделать и как вообще улучшить. И делали это опять со студентами. В Яндексе есть школа разработки Яндекса, летняя школа, и школа менеджеров Яндекса. И мы взяли, собственно, студентов и пошли в изучение. Вообще, немножко хочу напомнить, что такое коммуникация. То есть когда мы с вами взаимодействуем, когда мы с вами разговариваем, я говорю, то есть вы меня слышите, то есть вам нужно воспринять меня. Дальше мы говорим с вами на одном языке, я говорю на русском, вы его знаете, поэтому вы меня понимаете. То есть если бы, как бы я сейчас говорила на каком-то другом языке, был бы шанс, что никакой бы коммуникации не получилось. И третье, вы мне отвечаете. То есть у вас есть голос для того, чтобы я могла вас услышать и понять. И вот мы стали изучать вместе с студентами в прошлом году, а для кого, собственно, эти приложения. Первое, для кого оно не предназначено, это глухонемые люди. Почему оно не предназначено? Потому что глухонемых людей не существует. Вот этот термин нужно вообще из головы своей убрать. Оно предназначено для глухих людей и слабослышащих. Глухие люди не немые, они говорят на русском жестовом языке. Просто штука в том, что большинство русских людей не знает жестового языка, и поэтому коммуникации как раз и не получается. Еще важно, что большая часть глухих людей на самом деле становятся такими не с детства, они не родились такими. Примерно 60-70% людей просто теряют слух с сечением жизни. У меня у подруги брат менингит запустил, и оба уха у него оглохли. Ему, правда, поставили кохлеарный имплант, и он теперь через блютуз слушает музыку сразу в мозг. Но как бы все равно не запускайте менингит. Соответственно, глухие люди могут говорить. И многие, даже кто родился в детстве глухим, они учатся говорить, учатся читать по гукамбам, учатся произносить. То есть человек может говорить. Не все, но многие могут. Еще важно разделять глухих и слабослышащих людей. Глухие люди, как правило, как раз говорят на жестовом языке. Слабослышащие люди, они вас слышат, и они используют, например, какие-то слуховые аппараты, чтобы лучше слышать, но они тоже говорят. То есть здесь важно понимать, что не бывает глухонемых людей. Но бывают люди с нарушением речи. Например, человек с ДЦП, у которого нарушена моторика, у него бывает и нарушена речь. Или, например, ежегодно в России полмиллиона человек получают инсульт. Вот прям каждый год полмиллиона человек. И вот эти люди теряют речь, и они не могут произнести. То есть они отлично слышат. И как раз для них нужны синтезаторы речи, которые, например, набранные тексты будут произносить. Кроме того, приложение, которое мы делали, мы поняли, что оно важно для людей старшего возраста. Потому что, несмотря на то, что эти люди не получают категорию инвалидности, они многие из них тоже хуже слышат. Есть люди, родственники таких людей, плюс начинающие переводчики и вообще соцработники. Дальше мы посмотрели, какие пользовательские сценарии вообще для них важны. Понятно, что это расшифровка речи. Понятно, что это синтез речи. Но еще важны какие-то готовые фразы, потому что ситуации бывают, ну, они довольно стандартные. Мы ходим в магазин, мы ездим на такси, мы, там, я не знаю, приходим в МФЦ. Все эти ситуации стандартные, и классно добавить готовые фразы. Плюс сохранение диалогов. В общем, мы сделали запуск, я уже не помню, когда, сейчас какой, май. Мы сделали запуск, наверное, в марте или в апреле, и за первые два дня было почти 2500 установок и очень много обратной связи. И мы понимаем, что эта штука действительно очень сильно меняет мир человека, потому что когда ты просто не можешь коммуницировать, когда ты не понимаешь. Сейчас особенно много, кто там из-за мобилизации или еще из-за каких-то ситуаций уезжал и чувствовал себя вот в другой стране иностранцем, вы, наверное, хорошо понимаете, как это, когда вы не можете сказать и вас не понимают. И вот в этой ситуации глухие люди живут постоянно. Но, говоря про ограничения, мы сделали speech to text, но понятно, что есть история еще и про жест to speech, speech to жест. Вот здесь на скриншоте представлена моя переписка с человеком, который дома у меня делал книжные полки. И видно, что грамматика, которую используют глухие люди, она совсем не такая же, как у человека, который говорит голосом. То есть то, что он мне отвечал. Стеллаж, может, займет до два дня. Какое метро вы живете? Думаю, надо, приеду, измерять стены. Не уверен, твой чертеж, вдруг ошибка. Люди, которые говорят на жестовом языке, они говорят на другом языке, в жестовом языке другая грамматика. И поэтому русский язык, субтитры или тот же перевод, который мы сделали с speech to text, он в некоторых ситуациях непонятен. И поэтому глобально, если мы делаем сервис какой-то для людей, которые точно глухие, очень важно делать перевод на жестовый язык. Вот эту задачку еще пока не чат GPT никто на свете еще не решил. Почему? Потому что пока довольно мало данных, размеченных с переводом на жестовый язык, туда и обратно. И завершая свой доклад, я как раз хочу сказать о том, что на самом деле вы видели интерфейсы, которые я показывала. Они очень простые с точки зрения разработки. Очень простые. Там нет никаких анимаций, выезжающих, заезжающих, спиксиков, еще чего-то. Но при этом это технологии и приложения, которые очень сильно влияют на жизнь человека. Они делают его самостоятельным. То есть я ни от кого не завишу. Мне не нужно просить родственников, мне не нужно никакого волонтера. Я просто самостоятельный человек, который ежедневно делает все то же самое, что и все остальные. Это QR-код на мой телеграм-канал не исключение, где я рассказываю про вообще инклюзию, цифровую доступность, про какие-то новые изменения, которые сейчас есть, про какие-то события. Буду рада вашим вопросам и вообще очень кайфово, что с каждым годом больше и больше людей вообще проявляет вниманием больше к этой теме. Потому что, конечно, это не только про то, чтобы сделать кому-то хорошо, но это еще про собственный профессионализм. Спасибо вам. Можно я, Толю, верну тебя на сцену? Потому что, мне кажется, половина вопросов будет к тебе. Или я, по крайней мере, тебя... Ступенька. Пере... Если мы тут будем стоять, нормально? Нормально? Окей. Отлично. Слушай, Ильяш, спасибо огромное за такой вот именно технологичный обзор. Мне кажется, что сейчас ты сконцентрировалась даже не столько на именно цифровой доступности, не на интерфейсах, сколько на том, что раньше называлось тифлотехнологией. То есть это разработка решений для людей с различными возможностями, с различными ограничениями. А я вот тут с тобой не соглашусь, потому что как раз то, за что я топлю, и что я постоянно как бы со всеми обсуждаю, очень у многих есть желание сделать отдельную, отдельную там версию для слабовидящих. Отдельное приложение для слабовидящих. И даже мы вот внутри себя тоже обсуждаем вот эта вот умная камера для незрячих. Это должно быть отдельное приложение или оно все-таки должно быть внутри приложения для всех? И вот пока я, конечно, за то, что это важно для всех, потому что, например, я недавно заболела и потеряла голос. И, конечно, приложение Яндекс.Разговора, оно для меня было полезным, хотя как бы у меня нету юридической инвалидности. Поэтому мне кажется, что разные люди в разные моменты жизни бывают нужны эти технологии. Ну да, с этим спорить трудно. Я хотел бы, коллеги вас, вот тех, кто есть в зале, призвать к тому, чтобы вы, если у вас есть вопросы, поднимали руку. У нас есть замечательный коллега Алексей. Он ходит с микрофоном, ну, может ходить по залу с микрофоном, вручать его вам. Тогда вы сможете с нами пообщаться вживую, задать Лере какой-то вопрос, вас интересующий. И, уважаемая наша онлайн-аудитория, есть чат. Правда, он у меня есть в телефоне, а одновременно говорить и слушать у меня пока получается не очень хорошо. Но если вдруг вы что-то напишите, и у меня будет минутка, я обязательно залезу. Я обязательно залезу в смартфон, в такой вот наш условно доступный Телеграм, и, соответственно, эти вопросы почитаю. Здесь стоять лучше, чем там, да? Мне кажется, да, тут свет. Еще левее чуть-чуть, давайте еще левее. Во, вот так вот. Кажется, нас половина людей не видит, но ладно. Это всегда такая сложная задача попасть, как сказать, в кадр. Вы знаете, кстати говоря, на этой ноте, я не знаю, есть ли поднятые руки. Сейчас столь вас развлекать будет. Да, но если вдруг есть, вы... Есть, есть. Отлично. Тогда пока Алексей идет, я скажу, что есть специальное приложение, которое написано самими незрячими. Для чего? Для того, чтобы понять, попадает ли лицо человека в камеру. То есть вот когда вы участвуете во всяких встречах в Zoom, например, да? Ну, или, например, в Яндекс.Телемост, или, например, в какой-нибудь другой программе видеоконференц-связи, да? То вот очень важно, чтобы туда влезть, в эту камеру. Вот. И есть специальное приложение, которое вот помогает выставить камеру для того, чтобы человек туда в нее попал. Классно. Я не знала, кстати. Круто. Спасибо. Поделился. Валерия, скажите, пожалуйста, очень понравился кейс с умной камерой для незрячих. Слушайте, а вы не думали о том, чтобы вынести это приложение в отдельное устройство? Например, очки с камерой на переносице и с динамикой способной проводимости, допустим, на душках. Для того, чтобы как-то сделать более, возможно, упростить использование вот этой вот камеры. Слушай, я, конечно же, тут сейчас переадрецую, переброшу вопрос Толе. Это очень интересная история, потому что, во-первых, такие вещи уже есть, и это очень классно. Но и разные есть воплощения. То есть даже у нас в России есть, например, камера Робин, да? Да. И вот я бы, наверное, попросила тебя прокомментировать вот эти три варианта. Орком, Робин и когда умная камера встроена в телефон. Может быть, разница в пользовательских сценариях. Вот смотрите, спасибо большое. Вопрос интересный очень, да? Я просто вернусь немножко на шаг назад насчет отдельного приложения. Вот, значит, в чем важная проблема технологии, в данном случае распознавания объектов? Ну, действительно, если у нас есть какой-то смартфон, то его надо наводить, то есть его надо вот буквально вот так вот держать и, ну, наводить на тот объект, который ты хочешь, чтобы тебе озвучен, озвучился. Вот у меня, значит, в одной руке микрофон, во второй смартфон, и в третьей руке у меня, по идее, должна быть трость, чтобы я как-то это еще мог передвигаться. То есть если мы говорим о том, чтобы использовать вот распознавание речи, например, в процессе ходьбы по улицам и езды на всяких автобусах, троллейбусах, трамваях и машинах, и метро, да, то тогда получается вот распознавание текста или объектов. Вот распознавание объектов, если мы хотим, чтобы умная камера распознавала не только текст на банке, но еще и саму банку, например, вот тогда надо фиксировать вот OrCam, что делает. Что такое OrCam? OrCam – это маленькая такая камерка, которая фиксируется на дужку. Как флешка выглядит, ставится на дужку очков. Да, и она включается, и тогда то, что попадает в ее поле зрения, ну то она более или менее как бы и распознает. Вот такой форм-фактор, он позволяет, там нет наушников с костной проводимостью, там есть обычный динамик, но камера находится довольно близко к уху, ну поэтому слышно. Вот, ну вот, значит, у нас было три форм-фактора, да, у нас есть смартфон отдельно, у нас есть камера, закрепленная на очках, ну или очки, на самом деле это одно и то же примерно. И у нас есть смартфон. И вот действительно пользовательский сценарий… Нет, третье, это я тебя Робин попросила, что-то комментировать. Не знаю, как-то поверхностно хотя бы объясни, почему не очень. Потому что, ну что… Что такое Робин, да, еще надо сказать. Робин – это такая умная, как бы умная камера, ну, соответственно, у нее есть тоже возможность идентифицировать объекты и их называть. Вот она вот примерно вот такого размера, как буханка черного хлеба, правильно? Ну, я ее, честно сказать, в руках не держал, но есть обзоры в интернете, можно влезть посмотреть. Вот. И, ну да, это распознавание объектов. Вопрос в том, что пока еще непонятно, как бы, в какой ситуации это реально может понадобиться. Ну, то есть вот я держу эту буханку хлеба, я в доме у себя нахожусь, и мне надо понять, что у меня на столе стоит, ну, так я рукой посмотрю. Это гораздо, ну, эргономичнее оказывается. Ну, а мы уже не говорим о том, что, ну, такого рода распознавание объектов часто ошибается. Вот. И довольно забавно ходят ролики такие, когда, значит, вот один, ну, девушка тестировала этот Робин, я говорю, что у меня вся кухня в унитазах, потому что чашки распознавались, да, вот как такие. Ну, то есть бывают вот такие курьезные тоже случаи. Пока, конечно, эти технологии, они больше, ну, как бы не окор, да, это вот развитие, но не практические пользы там, ну, вот надо их еще ждать, когда она появится. А вот все-таки, если сравнивать орком, вот этот, который на очках, и телефон, есть ли пользовательский сценарий, где удобнее телефоном, а где удобнее вот этими очками? Пользовательский сценарий, где был бы удобнее телефон, мне в голову не приходит. Ну, разве что мы закрепляем телефон на штативе и читаем тексты. Да, то есть мы уже тогда, мы прямо подносим лист формата А4 или книжку под саму камеру, и там распознаем и читаем текст. Вот так. Но камера, как правило, оказывается удобнее. Почему? Камера или очки. Освобождаются руки у пользователя, он может взять листочек бумаги, книжку, более или менее как бы смотреть, да, вот вперед, ну, и слышать тот текст, который появляется. Я тут на самом деле добавлю, звучит как будто мы такие вообще непонятно, зачем мы мобильное приложение-то сделали. Вот этот OrCam, он как бы работает оффлайн, правильно? Да. И, а есть ли у него какие-то ограничения? Ну, давайте, во-первых, скажем, что этот OrCam, он производится не в России, он производится в Израиле, и эта камера стоит, ну, условно, 5000 евро. Вот. И это довольно дороговато для того, чтобы текст почитать. Вот. А в то же время у нас вот то, что сделано сейчас Яндексом в умной камере, это бесплатно. Вот. И, ну, это просто один пример. А что касается всего остального, ну, все равно он у всех, у многих незрячих есть смартфон, установить туда бесплатное приложение – задача абсолютно посильная, и таким образом мы уже вот в том устройстве, которое у нас есть, мы получаем весь тот функционал. То есть, как бы, это технология… Мы таким… Смартфон выступает способом доставки функционала до пользователей, причем до очень большого количества пользователей. Давайте, наверное, двигаться дальше к следующим вопросам. Спасибо большое. Очень интересный доклад. Классно, что развивается сейчас вообще accessibility, и его проще становится внедрять конечным разработчикам, ну, чтобы меньше затрачивать сил, скажем так, и не продавать это бизнесу, а это работало из коробки. Но тут сталкиваемся всегда с вопросом о том, что, возможно, оно будет работать из коробки некорректно, а на проверку корректности и вот этих сценариев требуется, ну, во-первых, квалификация, какое-то обучение, и очень сложно понять, как это правильно выстроить с точки зрения проверки, и насколько глубоко там узкие приложения должны об этом, в принципе, задумываться, потому что любая, ну, продажа бизнесу должна как-то сопрягаться, там, какое-то приложение инвестиции или бизнеса потенциально менее используемое, чем приложение там для физических лиц. И какие-то сценарии, ну, например, покупки авиабилетов, скорее всего, менее принципиальны, чем проверка баланса и перевод там по карте. Хотелось бы услышать, как вы справляетесь с выделением этих пользовательских сценариев и постоянной проверкой, видимо, автоматизированной. Спасибо большое. Смотри, когда-то, когда я еще не работала в Яндексе, ребята ко мне пришли и сказали, мы хотим вместе с тобой, как сторонним экспертом, провести исследование, что нужно адаптировать в Яндексе для людей с инвалидностью. И я ответила, что, ребята, мне очень бы хотелось вместе с вами провести такое исследование, но оно не нужно, потому что люди с инвалидностью не едят яйца динозавров и массаж им не кошечки делают, потому что они живут обычной жизнью, уходят на работу, заводят детей, берут ипотеку, летают на самолетах. И как бы все сценарии самые частотные, которые у вас есть для людей без инвалидности, они же будут частотными и у людей с инвалидностью. Толь, ты тут что-то добавишь? Я добавлю буквально одну мысль, что вот вы задавали вопрос с точки зрения как бы пользователя. Вот что, мол, для пользователя важнее? И как будто бы посмотреть баланс банковского приложения важнее, чем купить билет. Это да, но мы же так, с точки зрения разработчика, мы так не рассуждаем. Если у меня есть приложение, которое, ну, предназначено для покупки билетов, значит, надо доступным делать этот интерфейс, а не делать его, мотивируя как бы вот свою бездеятельность тем, что, ну, типа, незрячим все равно баланс смотреть важнее, поэтому нечего. Значит, когда вот все банки адаптируют свои приложения, да, тогда я займусь, значит, своими покупками, вот, приложениями покупки билетов, вот это, мне кажется, не очень правильная такая позиция. Мы работаем, ну, то есть создаем разные приложения, разные интерфейсы, и неважно, пусть даже ваше приложение занимается тем, что оно генерирует картинку на основе текстового ввода. У нас это конкретный совершенно случай в Яндексе у нас был, даже его можно и нужно и полезно сделать доступным. Это сейчас про шедевр. Про шедевр? Да, то есть пришли ребята, кто-ли спросил, а нужно ли шедевром, ну, штуку, которая генерирует изображение, делать доступно. Вот у меня, на самом деле, тоже такой вопрос сбил сначала с толку. Про тесты. Это очень большая сложная тема. Можно, я, наверное, сделаю как-нибудь про это отдельный доклад, потому что это, конечно же, в первую очередь про процессы, и про процессы не специально для инклюзии или accessibility, а про ваши процессы. То есть если у вас есть, там, например, в DoDo у ребят очень большая культура писать автотесты, у них все сплошь и рядом покрыто автотестами, поэтому им и легко внедрить автотесты. Если у вас, в принципе, нет такой культуры, и там, например, больше вручную, понятно, что нужно выстраивать внутри ваших процессов. То есть вряд ли вы специально для accessibility кто-то такой и скажет, да, конечно, давайте менять все процессы. Поэтому нужно встраивать в то, что у вас уже есть, и адаптировать их. Я имею в виду, когда высокая автоматизация, приближенных 100%, но тем же самым тестировщикам нужно понимать, как описывать тестовые сценарии. И им нужно объяснить, как правильно называть интерфейсы, в каком, например, порядке они должны произноситься. И вот эти все нюансы, кажется, что требуют какое-то кривое обучение с точки зрения проработки вот этого тестового сценария. Я хотел вот эту часть проработать, потому что в целом я понимаю, что у нас там accessibility лейблы накидываются на элементы интерфейса, и они объединяются системой в наборы. Но то, как они объединяются, правильно ли они называются, и стоит ли называть их точно так же, как они выглядят в интерфейсе для какого-то красоты, или для того, чтобы уместиться в кнопки, или, может, стоит более понятное название, потому что мы не ограничены размером интерфейса. И там три точки те же самые. Тут два пути. Первый путь — это если у вас есть такая возможность, как у нас, чтобы у вас в штате был такой человек, который мог бы, который ежедневно пользуется программой экранного доступа и просто, имея такой опыт, может подсказать. Второй путь — если у вас нет такой возможности, это как бы скорее всего у вас в поддержку кто-то из таких пользователей писал. Свяжитесь с этими людьми, они станут вашими такими тестировщиками. В разной степени кто-то может быть очень активно включится, кто-то как бы менее активно. Я думаю, что вы там найдете возможность, как их отблагодарить. Добавлю, что вопрос очень хороший, очень правильный. Написание тест-кейсов с учетом доступности — это какая-то немножко своя история. Толя у нас сделала отдельное обучение, как писать тест-кейсы для незрячих. И до сих пор я не уверен в том, что надо прямо вот зрячих тестировщиков погружать прямо на 100% во все... Что других. Во все тяжкие использования программы экранного доступа. Если нету других, то вот очень прекрасный путь, который, мне кажется, ты озвучивала, искать на добровольных основах, ну, как бы на началах людей, которые могут потестировать, сказать что-то по дизайну невизуальному, или и потом брать в штат. То есть это, ну, хорошая, вполне себе полноценная такая история. Ну, и в целом, вот вопросы имеют ответы. То есть понятно, уже есть знание о том, как писать тест-кейсы, есть знание, есть ответ на вопрос, как делать интерфейс. Вот такую также кнопку подписать, как она называется, в визуальном интерфейсе, или как-то иначе. На это можно ответить. Ну, то есть знание есть, это не Бином Ньютона, нужно просто вот думать и тратить время, фиксировать и распространять. Я могу, раз такой вопрос пошел, чуть-чуть сделать рекламу. У меня есть курс образовательный, где, собственно, мы обучаем дизайнеров-разработчиков тому, как, ну, на какие нюансы обращать внимание, как это все кодите и как с точки зрения тестирования. Еще бы тут был вопрос. Привет, спасибо за доклад. Очень круто. У меня вопрос такой, немного более точечный. Ты показывала распознавание текста камерой, там вот где какая-то баночка с пельменьями или с чем-то была. Я заметил, что маленький текст в серединке, он не распознался. У вас какая-то приоритизация есть? Это круто. То есть вы приоритизируете, какой текст человеку важнее видеть и в том порядке он читается? А можете немножко рассказать, по какому принципу это происходит? Слушайте, ну, какие конкретно алгоритмы используются для приоритизации? Это можно обсуждать. И лучше всего, если есть интерес, обратиться в команду умной камеры, которая этим занималась. Соответственно, они могут учесть и какую-то специфику свою и учесть NDA, да, что-то можно рассказывать, что-то не стоит. Но в целом банальная эрудиция подсказывает, вот как зрячий человек определяет, какой текст важный. Важный текст, он написан крупным шрифтом и, скорее всего, посередине. Ну вот примерно такие же алгоритмы используются для того, чтобы из всего текста выделить тот, который важен. Есть ли еще вопросы? Здрасте. Спасибо большое за этот охренительный доклад, побоюсь этого слова. Есть такой маленький вопросик более в глубину. Вы говорили о том, что сейчас есть большая проблема с датасетами на распознавание именно языкового жестового. В свое время мне мой преподаватель по нейронечетким говорил, что самая большая проблема там встречалась с тем, что существует разный ракурс. То есть правильно ли я понимаю то, что сейчас этой проблемой научились разбираться или как раз-таки этот ракурс, проблема ракурса решается за счет более больших датасетов? Слушай, здесь, к сожалению, я не смогу тебе ответить. Вот. Я думаю, что и проблема ракурса, и проблема вообще объема, обе проблемы существуют. Окей, спасибо большое. Ну и опять же, может быть, я бы предложил написать вот к нам, вот уже оффлайн, и мы постараемся передать эти вопросы тем ребятам, которые занимаются непосредственно этими темами, и как-то не оставлять их без ответа. Ну, в России больше всего в эту сторону продвинулась команда... Господи, забыла. Забыла, простите. Я сейчас вспомнила, скажу. Да, я тоже пытаюсь вспомнить. У меня тоже, честно говоря, из головы вылетело. Это ребята, которые научились, по-моему, жестовый язык в текст приводить. Да, 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 да. Они недавно даже сделали вместе с ВТБ, они встроили свою технологию в чаты, и, соответственно, сейчас как бы вот задачка из текста перевести в жест, она у них решается. И это, ну, как бы очень круто, хотя бы в какую-то сторону для глухих людей есть перевод. Но вот Сбер пошел по другому пути. У них в каждом отделении стоит такой экранчик, где ты можешь через переводчика жестового языка общаться с менеджером. То есть они... Вот. Есть ли еще вопросы? Тогда спасибо вам большое. Нам было очень приятно. Да, спасибо. Спасибо огромное. Слушайте, я не думал, что у вас так много. Я тоже не думала, что будет так много. На самом деле это очень-очень классно. Почему? Потому что я смотрю по своему просто курсу, и в зависимости от того, сколько там у нас фронтендеров, айосеров, андроидеров, дизайнеров приходит на курс, я примерно понимаю, насколько знания вообще про эту тему распространены. И я понимаю, что именно во фронтенде там был прекрасный Вадим Макеев, который как бы эту тему очень давно двигает, и в дизайне есть люди, которые двигают. А в мобилке пока не так много. Есть прекрасный Миша Рубанов, который книжку написал, Витя Викров, который в Яндексе работает, и андроид двигает. И поэтому было бы очень классно, чтобы больше и больше было докладов на эту тему. И мы бы с вами там разговаривали не про то, как скринридер работает, а про какие-то именно нюансы разработки, потому что, конечно, там много всяких своих деталей, приколюшек, эти бесконечные модальные окна, как их сделать. И вот это все очень интересно, поэтому я вас всех тоже призываю как бы выступать и говорить. Ну что же, тогда благодарим всех еще раз за внимание. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что доклад можно оценить, сейчас после окончания этого возможности у вас появится. Докладчик Валерия Курмак, человек, который в Яндексе делает доступность. Меня зовут Анатолий Попко, все вопросы будем рады обсудить в дискуссии после этого нашего прекрасного с вами доклада. Лера, спасибо огромное. Спасибо вам.